Добрый день, дорогие друзья! В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась новая выставка. Она посвящена одному из дней воинской славы России. 8 сентября – это день Бородинского сражения, Отечественная война 1812 года. Здесь у нас представлены книги, в книгах документы, альбомы о том, как было это сражение и что это такое было. Отечественная война 1812 года. Как говорят историки и исследователи, это война, когда назвали ее отечественной. Потому что все отечество, и молодой, и старый, и богатый, и бедный, все встали на защиту своей России. Представлены документы, книги, которые говорят о Отечественной войне. Книга историка Карла Клаузевица. Это военный историк, который был прусским историком, но впоследствии, в 1812-й и 14-й год, он воевал в наших рядах. Воевал на стороне России. Здесь представлены книги о партизанском движении, книги о самой войне, журналы, партизанское движение. Бородинское сражение, 1812-й год. Войска Наполеона вступили на русскую землю 12 июня 1812 года. И в августе они подошли и были недалеко от Москвы. Кутузов сам выбирал эти позиции, и он правильно сделал, потому что у Барклэйди Толли была несколько иная точка зрения, но Бородино, как оно показало, это правильный выбор Кутузова. Очень хорошие книги, которые мы видим, партитура Первой Отечественной. Бородино, Бородинское побоище. Также книга, которая представляет наиболее значительные вехи. Фатальный марш на Москву. Есть альбомы, которые говорят о том, как это было, кирасиры. Здесь, как мы знаем, участвовали и женщины Дурова. Вот ее портреты, ее воспоминания. Генерал Тучков. Генерал Тучков – это один из тех людей, которые были первыми на линии перед противником. И Маргарита, жена Тучкова, Александра Тучкова, сделала ему памятник на месте гибели этого человека. Также мы видим книгу «Панорама. Бородинская битва». Мы видим книги о том, как Наполеон стал уходить. Мы видим Дениса Давыдова и картину «Денис Давыдов на привале». Как происходило это побоище. Об этом говорят красочные альбомы. Михаил Ларионович Кутузов, который 8 августа был назначен Александром I главнокомандующим, 15 часов не сходил со своего пункта, откуда он видел все сражение. Ему посвящена вот эта страница. Также здесь мы видим книгу о Барклайде Толли. О наших военачальниках. Денис Давыдов, который командовал партизанским движением. Другие полководцы. Мы видим памятник тысячелетию России, фрагмент, где Барклайде Толли и Кутузов. Мы видим военную галерею, которая в Эрмитаже представлена. И наши знаменитые генералы 812 года, кисти Дау, английского художника. Следующая экспозиция, она говорит о военачальниках Наполеона. Несколько книг о самом Наполеоне, Толеране и, естественно, его уход из России. Это ярко видно на картине. Гусары, которые очень много сделали для того, чтобы конная кавалерия, очень много сделали для нашей победы. Всего 15 часов было сражение. Здесь не было победителей ни того, ни другого. Но Наполеон выиграл тактически, а Кутузов выиграл стратегически. Впоследствии это показало время. Война 812 года есть в литературе, в кинематографе, в художественных полотнах. Самое знаменитое, конечно, это произведение «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Снят фильм, мы видим здесь фрагменты из фильма. Есть опера Прокофьева «Война и мир». Есть другие литературные произведения. Самое знаменитое это «Бородино». Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнится Россия про день Бородина. Замечательные строки. Лермонтов описал Бородинское сражение практически как оно было. Денис Давыдов, его книга. Книга, говорящая о том, как Отечественную войну 1812 года представляли в мировой литературе. Воспоминания Стендаля. Также мы видим пластинки, которые говорят о музыке во время и посвященной Отечественной войне 1812 года. Также произведения Петра Ильича Чайковского и другие. Мы приглашаем на нашу выставку, которая называется «Текла за ратью рать». Это срочки усекотворения Александра Сергеевича Пушкина. Так мы назвали эту выставку. Приглашаем всех, кто интересуется историей, военной историей, просто нашей страной. Преподавателей, студентов и всех, кому захочется взглянуть на эти прекрасные книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова